Инфляция замедляется. Ждем сегодня позитива на рынках. По данным Росстата, в последнюю неделю июля цены выросли не так быстро, как до этого. Но в годовом выражении инфляция по-прежнему в районе 9%, при этом безработица в России на минимуме, а экономика страны в первом полугодии выросла на 4,7%. Всех приветствую, это Рынки Утро. Меня зовут Алифтина Пинкальская и вместе с Алексеем Тоболиным будем обсуждать ключевые события сегодняшнего дня для инвестора. Вместе, конечно же, с вами, нашими зрителями, подписчиками. Пишите комментарии, вопросы, мы все читаем, все видим. Рады вас слышать. Ну что ж, кажется, началось. Глава американского Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что приближается время для снижения ставки. Но пока по итогам заседания Федрезерва она осталась на прежнем максимальном за 23 года уровне. Но в перспективе снижение ставки позитивно для сырьевых цен. Ну и, кстати, вот буквально пару минут назад стоимость золота обновила историческим максимумом и перевалила за 2500 долларов за тройскую унцию. Ну что ж, и снова август. Исторически самый опасный месяц для рубля. Чего ждать на закате лета в этом году, в 2024-м, подробно обсудим с экспертом. Но пока рубль довольно устойчив. Юань торгуется около 11 рублей 80 копеек. Ну а официальный курс доллара на сегодня 8,6 рублей 11 копеек. Евро 93,51. Ну, кстати, привет, Леша, во-первых. Привет, Аль. Ну, во-вторых, хотел сказать, что да, для рубля у нас август исторически опасный месяц. А как раз-таки для индекса Мосбиржа наоборот позитивный. Вот я посмотрела, что с 2014 года, то есть за последние 10 лет, в 100% случаев изменение индекса Мосбиржи в августе было положительным. Ты, кстати, ждешь в последнем месяце лета в этом году каких-нибудь черных лебедей на валютном рынке, может быть, на рынке акций? Знаешь, я по совету Орловского предпочитаю летом гулять побольше и видеть лебедей в парке. Ну что ж, тоже выход. Ну, 1 август у нас не только, да, такая опасненькая тема для рубля, но и традиционно с начала месяца вступают в силу какие-то изменения. Есть ли что-то интересное? Ну да, у нас дефицит был хороших новостей, но вроде привалило немножко. Ты говорила про сильный рост в золоте, а тут небольшой есть рост в бензине у нас. А именно у нас 1 августа возвращается запрет на экспорт бензина. Предполагалось, что эта мера поможет стабилизировать наш внутренний рынок топлива. Однако вчера был зафиксирован рост стоимости топлива. По обоим маркам. И мы обновили максимумы этого года. Предполагается, что в августе будет наблюдаться пик спроса на топливо, там, туризм, и не только будет и логистика особенно увеличивать этот спрос, ну, что спровоцирует рост цен. Одна из причин, почему ввели снова запрет на экспорт, по мнению аналитиков, в том, что НПЗ не смогли нарастить производство, как они планировали, по крайней мере. И также вот процитирую коммерсант, что рост цен на топливо чреват тем, что независимые АЗС могут продолжить наращивать убытки при продаже топлива 95-го, собственно, в условиях сдерживания стоимости топлива на заправках в пределах инфляции. Почему я решил процитировать это? Потому что у нас на рынке есть одна компания, которая занимается именно продажей топлива, это Евротранс. Напомню, что в 2023 году они продали топливо на 122 миллиарда рублей и получили с этого 5 миллиардов прибыли. Некоторые аналитики отмечают, что это была разовая прибыль. Посмотрим по этому году на фоне таких новостей, как они сдержатся. Ну, а про акции их добавлю, что с момента IPO они упали на 55%. Ну, вот, будем следить в сфере этих новостей. Слишком позитивно. Кстати, отмечу, что в Минэнерго уже отметили, что запрет на экспорт бензина не исключено, что продлят еще и на сентябрь, и на октябрь. Об этом, в принципе, довольно официально заобщили в Министерстве энергетики, в Госдуме замминистра, соответственно, ведомства. Также ты уже заговорил про компании, которые отчасти могут почувствовать на себе влияние этой меры. Также отмечу, что у нас Сургутнефтегаз был бенефициаром, по мнению экспертов, отмены этого запрета на экспорт, поскольку одна из НПЗ-компаний, Киришская, то есть расположенная в Ленинградской области, в городе Кириши, как раз-таки традиционно ориентирована на экспорт, и более того, когда вводился запрет на экспорт, отмечалось там, по мнению экспертов, затоваривание. Так что сегодня, в ближайшие дни, посмотрим, насколько это влияет, хотя Сургут у нас традиционно, конечно, больше с Кубышской и валютными курсами ассоциируется, по крайней мере, обсуждается. Ну да, по крайней мере, некоторые аналитики даже у нас в гостях были, которые отмечали интерес к компаниям, которые достаточно высокая степень переработки, например, Лукоил и Газпром нефть. Так что будем наблюдать за их акциями. Что еще, Леш? Ну, у нас есть позитив еще по акциям Санкт-Петербургской биржи, а именно компания заявила об интересе к торгам криптовалютой нашей редакции. На этом фоне мы также обнаружили, что компания разместила две вакансии. Во-первых, это аналитика по цифровым финансовым активам, и также специалиста клиринга со знанием криптовалют. Вот вчера на этой новости компания прибавила 8%. Такая резвая реакция, как отмечают аналитики, могла быть связана с тем, что ранее у компании наблюдались проблемы со стратегией, потому как сначала они выбирали вектор развития, например, с иностранными бумагами, и на них наложили санкции. Ну, не смогут теперь. Потом они заинтересовались IPO компаний санкционных, в которые Мосбиржа тогда не была же под санкциями. И такое размещение сделало ГК-элемент, как мы помним. Но вот теперь Мосбиржа выровнялась с ними в этих проблемах. И из-за этого была проблема по части того, что у компании не было какой-то устойчивой стратегии. Мне кажется, что стратегии с криптобиржами не совсем понятны. У нас, конечно, мы обсуждали накануне, был принят закон о разрешении расчетов криптовалютов, но только за внешнеэкономическую деятельность, только в экспериментальном режиме. То есть тут, мне кажется, возможно, бурная реакция пока что преждевременная. Ну, здесь скорее с позиции того, что у компании действительно не было драйверов роста, а это как гипотетический драйвер. Когда знаешь, на безрыбье и крипто поешь. Поэтому будем наблюдать. У компании может даже что-то получится. У нее много было интересов и до этого законопроекта, который мы обсуждаем. Компания проявляла интересы и к ЦФА, и криптовалюте, но тогда не было регуляторной возможности. Возможно, теперь компания сможет прирасти. Ну, ждите теперь подробностей. Мне кажется, по главной теме вчерашнего вечера, но одной из главных тем, конечно, данные по макроэкономике, целый блок таких данных. Что интересно вам? Ну да, во-первых, у нас вышла недельная инфляция. Она в годовом исчислении снизилась до 8,99%. Также вышли данные по безработице и зарплатам. А именно, рост реальных денежных доходов населения во втором квартале ускорился. И, несмотря на повышение инфляции, он достиг 7,7% против 7,1 кварталом ранее. Также отмечается, что номинальный годовой рост заработной платы доходит до 20% годовых. И производительность труда, притом, не успевает за ростом этих зарплат. Из-за этого мы видим такую, собственно, инфляцию. Что интересного? Мы видим исторический минимум по безработице на уровне 2,4%. Ну, по всем понятным причинам. И также вышли данные по ВВП. По оценке Минэкономики годовые темпы роста в июне затормозились до 3% по сравнению с 4,5% в мае. Некоторые аналитики думают, что это определенное замедление, которое прогнозировал даже ЦБ в своих аналитике по годовому росту нашего ВВП. Но будем наблюдать. В принципе, за первые полугодия 2024 года рост экономики ведомства оценил в 4,7%. Немало, да, конечно, почти 5. Подробнее вот все эти макроэкономические данные, безусловно, инфляцию сейчас обсудим и разберем. Вместе с нашим гостем к нам присоединяется Дмитрий Голубков, директор по макроэкономическому анализу от ТП Банка. Дмитрий, доброе утро. Как меня слышите? Доброе утро, Валентина. Доброе утро, Валентина. Слышно вас хорошо. Это неважно, главное, инфляция. О чем, Дмитрий, на ваш взгляд, говорят вышедшие данные? Конечно же, по инфляции в первую очередь. Видите ли вы разворот или еще говорить о нем рановато? Валентина, я посмотрел на такие показатели, как денежная масса и денежная база. Ну, поскольку именно они в конечном итоге определяют инфляцию. Как говорил известный экономист Милтон Фридман, инфляция, как ни крути, но носит монетарный характер в подавляющем большинстве случаев. Ну, собственно, и у нас это все так же. По денежной базе ситуация улучшается определенно. Дело все в том, что как Центральный банк начал повышать ключевую ставку, а начал повышать он ее в прошлом июле, так вот, денежная база, в принципе, расти постепенно прекратила. Я посмотрел, например, данные на 1 июля текущего года, вот по сравнению с 1 июлем прошлого года, прирост денежной базы был где-то 4% всего за этот год. Это действительно мало, это нормально, это уже все говорит о том, что антиинфляционная политика действительно проводится и определенные эффекты она имеет. Другое дело, что пока вот это вот сокращение темпов прироста денежной базы не привело к замедлению роста денежной массы. Вот она как росла, примерно 20% в год, так и растет. То есть вот эти два показателя, они немножко отвязались друг от друга. И вот здесь как раз возникает вопрос, ну если вот сейчас ключевую ставку повысили опять, она влияет сначала на денежную базу, на денежную массу она сильно не влияет. И мы видим, что да, здесь с базой все хорошо, она замедлилась, но не получится ли так же, как вот мы наблюдали предшествующие 12 месяцев, когда да, все было хорошо с базой, но масса продолжала расти. Вот у меня есть определенное подозрение, что мы будем видеть продолжение роста, довольно интенсивного роста денежной массы и соответственно инфляция с радаров пока не сойдет. Потому что еще важно отметить, что, как правило, инфляция проявляется с определенным лагом по отношению к вот этому самому приросту денежной массы. Лаг может быть там 6, 9, 12 и даже более месяцев. Так что тот рост денежной массы, который мы видим сейчас, он выразится в инфляции, скажем так, где-то в первую половину 2025 года. Вот такая ситуация. Да, такой вопрос. Ну, по науке у нас увеличение денежной массы во многом связано с кредитом, да, кредитное происхождение денег. Ну, высокая ставка у нас есть и она окажет влияние все-таки на выдачу кредитов. Не думаете ли все-таки, что это снизит прирост денежной массы-то? Видите ли, в чем дело. В принципе, по теории так должно быть. Но нужно тут еще посмотреть на, скажем так, уровень инфляции. Ну, вот официальный уровень инфляции мы видим где-то там 8,6-8,9% годовых. Ключевая ставка превышает этот официальный уровень инфляции значительно. Но, скажем так, есть альтернативные оценки, альтернативные оценки есть и со стороны некоторых там независимых компаний, независимых холдингов, которые смотрят, как подорожала потребительская корзина на протяжении определенного периода времени. Можно также повести альтернативные оценки инфляции, используя старую добрую монетарную формулу MV равняется PQ, ну, то есть денежная масса умноженная на скорость обращения денег равняется индекс N умножить на реальный ВВП. Вот оба метода, скажем так, примерно дают одинаковые оценки такой вот инфляции, которую чувствует потребитель на своем кошельке, который ходит в магазин. А, Дмитрий, смотрите, мне хотелось бы, да, может быть я неправильно сформулировала свой вопрос, мне хотелось бы, вот вышли вчера данные по недельной инфляции от Росстата. Довольно подробная разбивка, что я вас спросила. Можем ли мы как-то их проанализировать и сказать, что вот да, по каким-то позициям мы видим существенно, не знаю, замедление сигнала о том, что это уже какой-то разворот. У нас, я так понимаю, что по-прежнему инфляция услуг довольно высокий. Можем ли мы как-то это проанализировать, отметить какие-то интересные детали, на которые стоит обратить внимание? Ну, знаете, так, что называется, вышли данные и сразу на основании этого сказать, что, знаете, мы увидели разворот инфляции, довольно проблематично. Некоторое время назад выходили данные, которые привели к тому, что ключевую ставку повысили, потому что сказали, что инфляция высокая. И теперь что, она на каком-то, по каким-то непонятным причинам так резко замедлилась, развернулась и пошла вспять? Да нет, конечно. Как я вот отметил уже, инфляция, она проявляется определенным лагом после того, как денежная масса начала расти. Вот год назад денежная масса росла очень высоким темпом. Это вот та инфляция, которую сейчас мы видим, она в условии росту денежной массы. Хорошо, Дмитрий, какие ключевые факторы сейчас не дают инфляции замедлиться, на ваш взгляд? Такие фундаментальные факторы, связанные с денежной массой, инфляции замедлиться не дают, это определенно. И я думаю, что она еще будет высокая довольно долго, весь 2024 год, я думаю, она будет высокая. Да и первая половина 2025 года не очень, я, по крайней мере, вижу сейчас обстоятельства, которые бы ее понизили. Дмитрий, а такой вопрос. Мы постоянно в эфире обсуждаем шесть проблем с платежами. Это как раз и вопрос оборота денежных средств. Не думаете ли, что дальнейшее затягивание проблем с платежами трансграничными будет дальше подстегивать инфляцию и увеличение денежной массы? Ну, вы правильно отметили, если с платежами за импорт есть определенные проблемы, то вот этот вот импорт приходит в страну в меньшем количестве, импортные товары дороже. Это тоже инфляционный фактор, но не на стороне монетарной политики, а на стороне предложения, что называется supply side factor. Так вот, вы совершенно правильно отметили, да, действительно, меньше импорт и дороже импорт, все это тоже провоцирует инфляцию со стороны предложения. То есть, в некотором роде еще больше продлевает вот этот период высокой инфляции. Хорошо, да, вот мы уже говорили, да, про расчеты, про валютные курсы. Как я уже сказала, что исторический август был не лучшим месяцем для рубля с 98 по 2023 год, то есть за 26 лет наблюдений. Курс доллара укреплялся 19 раз. Ну, то есть, статистика, говорят, сама за себя. У нас наша финансовая обозреватель РБК Инвестиции, Ольга Копытьевна, написала очень интересную статью. Заходите на сайт РБК Инвестиции, читайте. Как раз таки Ольга сейчас присоединяется к нашему эфиру. Как ты меня слышишь, Оль? Доброе утро, Левтина. Доброе утро, Алексей. Как тебе кажется, этот август 2024 года продолжит такую традицию? Статистически подкрепит ее или, может быть, обойдется? Какие факторы? Скажем так, к тем факторам, которые играют в пользу ослабления рубля, к традиционным факторам спроса на иностранную валюту в сезон отпусков, добавились факторы, которые теперь стали перманентными для рубля и, в общем-то, не только для августа. И это понятные все причины, о которых мы уже неоднократно говорили. Это топ капитала, в принципе, да, и необходимость покупки валюты тем, кто выкупает иностранный бизнес. Но, смотрите, именно к августу мы пришли с какими еще факторами в сторону ослабления рубля. С 60 до 40 процентов у нас 13 июля снизили требования к экспортерам о продаже валютной выручки. То есть вот сейчас мы можем увидеть этот эффект. Плюс Центробанк и Минфин в своем, так сказать, взаимозеркалировании операций тоже снизили количество продаваемых юаней на рынке. Соответственно, что мы имеем? Ну, чем меньше валюты на рынке, тем, соответственно, она может стоить дороже. Это логично. Но у нас есть и факторы, которые играют в пользу рубля. Это безусловно высочайшая ставка, потому что, ну, зачем мне сидеть в долларах, да, то есть если я рассуждаю как простой инвестор, зачем мне хранить доллары, которые очень сложно, между прочим, хранить. Вот, и фактически, если я их принесу в банк под какой-то процент, то мне их потом вернут рублями. Ну, то есть те люди, которые хотят иметь на руках доллары, они так и будут с ними сидеть. А вот те, кто хочет заработать, отыграть инфляцию, они безусловно идут в депозиты, вклады, в аппликации, в пифы, чтобы на этой высочайшей прекрасной ставке заработать, отыграть инфляцию и не потерять ценность своих денег. Ну, то есть ставка тут очень много играет в рубля. Оль, правильно я понимаю, что если не прилетит какой-то вообще внезапный черный лебедь, то пока факторов в пользу того, что случится обвал у нас валюты, пока не видится? Ну, внезапно, да, внезапный черный лебедь, потому что те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем с импортом, то есть это тоже в сторону отбавления рубля, потому что у нас получается, если импорт наладится, то отток валюты улучшится. А пока этого нет, как мы наблюдаем. То есть мы видим, да, и грязные юани, что китайские банки отказываются, и другие дружественные страны отказываются. Ну, то есть пока есть, наблюдаются проблемы с платежами по импорту, у нас с рублем будет все хорошо. Как только импорт наладится, платежи за импорт, то, соответственно, рубль начнет ослабляться. Будет ли это внезапным? Пойдут ли огромные потоки? Увидим. Спасибо большое, Оль. С нами на связи была Ольга Копытина, финансовая обозреватель РБК «Инвестиции», автор как раз-таки статьи про судьбу рубля в августе традиционную. Возвращаясь к Дмитрию, Дмитрий, вы как считаете, какой у вас прогноз? Ждем какого-то внезапного налаживания импорта, проблем с рублем в августе? Я думаю, что налаживание импорта произойдет, но не внезапно, а постепенно. И, соответственно, можно будет увидеть, как этот повышенный импорт отражается на курсе рубля. То есть рубль, конечно, с высокой степенью вероятности будет не спеша слабеть, но именно не спеша. Если что-то не случится с нашим главным экспортным товаром, то есть с нефтью, а здесь-то как раз сейчас больше шансов на повышение цен на нефть в силу того, что происходит на Ближнем Востоке, если вдруг что-то там начнет происходить совсем, скажем так, непредсказуемо, то мировые цены на нефть имеют шанс довольно хорошо вырасти. Это при прочих равных будет приводить вообще к укреплению рубля. Так что шансы на крепкую национальную валюту у нас сейчас есть. Второй вопрос, конечно, насколько вообще она нам прямо так уж сейчас сильно нужна. Имеется в виду вот это вот крепкое. Да, да, мы как раз накануне, да, Леша, обсуждали о том, что... Про бюджет. Про бюджет, да. Ты рассказывал, что у нас у бюджета... Моговые проблемы, если продолжить задачу укрепления, да. Спасибо большое, Дмитрий. С нами на связи был Дмитрий Голубков, директор по макроэкономическому анализу ОТП Банк. Обсуждали мы инфляцию, рубль. Это «Рынки утра». Около часа у нас остается до открытия торгов. О самом главном для инвесторов продолжим говорить в 9.40. Пишите, пожалуйста, свои вопросы в телеграм-канале «Самты инвесторов», в чат-боте. Мы их ждем и очень на них надеемся. Продолжение следует...